Дорога жизни. Такое понятие актуально для 240 населенных пунктов края. В одном из них, в селе Елабуга, сегодня побывал наш корреспондент Кирилл Рогачев и убедился, что сейчас по таким лесным тропам машине скорой помощи добраться к больному практически невозможно. Около 100 жителей. Это 35 домов по улице Заречной, фактически отрезанные Амурским заливом от цивилизации. За водной преградой центр села Елабуга с больницей, школой и магазином. По объездной дороге добраться туда так же практически нереально. Машины отказались возить нам газ, потому что очень плохая дорога. А баллоны, они взрывоопасны и по такой дороге ездить невозможно. Действительно, на 7-километровом отрезке от Комсомольской трассы до села по ухабам лесной дороги машина нашей съемочной группы не встретила ни одного автомобиля. Как танком пробьем 10 метров, вернемся назад, пробьем. Вот так полтора часа ехали до трассы. А скорой даже речи не будет. Вот человек заболеет, помирать будет и все. И она сюда не доберется вертолетом. С жалобами на качество дороги местные жители не раз обращались в районную прокуратуру. Но там обязать ее отремонтировать главу поселения, чья машина крадется по ямам, не удалось. Стратегически важный путь на балансе района. Мы своими силами пытались ремонтировать. Подсыпали сланцем, гравием. Но в связи с тем, что не попадали под критерии, средства из федеральной и краевой программы на ремонт дорог нам не выделялись. Предложение об изменении критериев вхождения в федеральную целевую программу по ремонту сельских дорог Вячеслав Шпорт озвучил на недавнем заседании президиума госсовета. Измененные критерии, при которых регион сможет рассчитывать на поддержку со стороны федерального центра, позволят возводить подъездные дороги к 190 населенным пунктам в основном в центральных и южных районах края. Они будут грунтовыми. При этом предельная стоимость километра, прежде определенная в 10 миллионов рублей, изменится. Вячеслав Иванович выступил с предложением и президент Владимир Владимирович Путин его поддержал. То есть увеличить этот критерий до максимально возможного уровня. Существенно влиять на качество подъездных сельских дорог, вступив в федеральную целевую программу, краевые власти рассчитывают с 2015 года. Кирилл Рогачев, Александр Ландарь, Вести Хабаровск.